Всем привет! Мы все еще на Филиппинах. У нас последний день на острове, который называется Бусуанга. Мы находимся в городе Коронтаун. И у нас есть такой большой отель. И решили показать вам внутренний двор. В общем, мы сейчас на втором этаже. И они сделали такую большую зумку с дождками и с интересными элементами. Нам все нравится. Нам все тут очень симпатично, необычно и много интересных растений. Также здесь живут птички, а именно вороги. Их очень много. Они утро шумят и летают. Далее, кто здесь еще есть? Здесь есть геккончики. Откуда вы знаете? Мы не знаем, потому что я провела исследование. Вот. Я провела исследование. И сначала, когда мы были на Кбали, ночью кто-то делал вот так. Вот. И я сначала испугалась. С тех пор, все эти годы. Я думала, что это ночная птица. Вот. Потом мы услышали то же самое здесь, на Филиппинах ночью. Я думала, что это опять ночная птица. Вот. Так, посмотрели эту часть, дальше идем. И сейчас, сегодня уже предпоследний день, завтра мы улетаем. В общем, у меня последняя возможность, чтобы узнать, что это за птица. Вот. И я ночью встала и положила телефон для записи на диктофон, записала кусочек и потом искала в интернете. Вот. И никакой птицы я не нашла. И, в общем, интрига раскрыта. Оказалось, что это не птица. А, внимание, так делают гекконы. Здесь очень много гекконов. Они маленькие. И вот так они кричат. Они очень громко кричат. С двух сторон они и с той стороны кричат, и с этой стороны кричат. Вот. Казалось бы, такие вот малюсенькие вот геккончики, но они издают очень громкие звуки. И я думала, что это волшебная птица, такая белая, практически жар птица с хохолочком. Вот. Белая ночная птица, которая лягушечек кушает. Но на самом деле нет. Это геккон, и все мои фантазии развеялись сегодня. Вот. Такие последние новости. Что тут еще интересного? Ну, надо сказать, что у нас последние два дня это релакс. Тоже традиционный. Отдых от отдыха. Вот. Когда мы восстанавливаем кожу, восстанавливаем нервы, здоровье. Вот. После всего активного отдыха. Я сегодня ходил на спа. Мы сегодня лежали у бассейна, как настоящие отдыханты. Русские туристы, да? Да, русские туристы. И пили коктейльчик. И пили молочный коктейльчик. Вот. Ну... Все, да? Все посмотрели, да. Здесь три таких аналогичных дворика. Они немножко по-разному засажены. Но вылезет это очень красиво и необычно. И то, что это находится на втором канале. Вот. И также можно показать вам внутреннюю территорию. Вот. По такой лестнице мы спускаемся. И там нас ждет бассейн, яркое солнце. И вечером здесь еще играет музыка живая. Пойдем? Или пойдем? Пойдем показать бассейн. Ну, давай сверху покажем. Давай быстренько покажем. А вот такая инсталлятка, как будто рыбки плывут. Да. Но это я не покажу. Да. Вот. Сейчас уже вечернее такое освещение красивое. Это фонтанчики. Тут три бассейна, джакузи. И еще есть этот клуб небольшой, спа, салон, бар и все дела. Вот. Еще тут живут такие маленькие птички, мы за ними наблюдаем. И сейчас, ну, они совсем маленькие, и они сейчас носят такие длинные веревочки растений, чтобы, видимо, делать гнижок. Еще тут была такая птичка похожа на калибре, и она пьет цветочки вместо разных цветов. В общем, тут интересно, есть природа, и вот эти иконы тоже продолжают выглядеть. Вот, водичка в бассейне где-то 36 градусов. Да, ну, нет, нет. Ну ладно, 30 градусов, и очень приятно, и жарко, и тепло. Так. Вот. Ну, собственно, на этом все. Будем завершать эти бубусуанговские включения из Манилы на пересадочке, если будет что рассказать, показать, мы, наверное, еще заснимемся. Если не будет, то, возможно, это завершающее филиппинское видео, да. Так что всем удачки. Не забывайте путешествовать в разные страны, в разные локации, по-разному проводить время. Это все обогащает ваш опыт, кругозор и мировоззрение. Да. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok